Подходит время поста. Но это не должно у нас вызывать чувство отчаяния, уныния, печали, страха. Наоборот. Потому что пост переводится это путь. Это дорога встречи со Христом. К сожалению, случилось так, что в средстве грехопадения человек отпал от Бога. Он удалился. И чтобы преодолеть это расстояние, человек должен своим трудом, своими усилиями это расстояние преодолеть. Преодолеть этот путь своим трудом на встречу Богу. Вот как раз сегодня о теме встречи было евангельское чтение. Как раз о том, кто нас по-настоящему ждет. Кто нас по-настоящему любит. Кто нас действительно рад с вами видеть. Вот для чего нам нужна эта встреча? А нужна она нам потому, что Бог по своему человеколюбию, по своей благости, чрезмерной. Он хочет нам даровать с вами свою полноту, свое бессмертие. Но чтобы принять такой дар, к сожалению, Ирина Геонская говорит, мы с вами, к сожалению, не можем такой подарок иногда принимать. И вот чтобы принять такой дар, мы должны душу свою с вами раскрыть. А чтобы ее раскрыть, для этого нужно нам потрудиться, что-то совершить. Какой-то покаянный путь пройти. Даже незначительный. Как раз примером для этого является сегодня прославление новомучеников российских. Они вот даже отчасти, если мы возьмем в пример тот или иной их маленький подвиг, Он будет нам по мере и по силе. О чем еще я хочу вам сказать в этот момент? Важно следующее, что вот как раз сегодня апостольское послание, которое мы с вами слышали, апостол Павел обращает внимание на следующее, что мы с вами куплены дорогою цену. Да потому, что, как раз во все время жизни Иисуса Христа и Евангельского, Он претерпел страдания и скорби. Он достойно нес свой крест. Он претерпел и скорби, и страдания, и даже за наши грехи стал жертв. Поэтому попросим Господа следующее, что Он приложил нам силы, чтобы в этот пост мы своим воздержаниями, своими незначительными ограничениями смогли совершить свой покаянный подвиг. Для того, чтобы встретиться с Ним через этот пост. Аминь.